Никогда не делай этого для мужчин и потом все равно пожалеешь. Сегодня тема у нас очень интересная, очень важная и нужная, потому что миллионы женщин совершают те самые ошибки, о которых я сегодня вам поведаю и расскажу. Будьте внимательны, я даже рекомендую записывать, и тем более досмотреть это видео до конца. И мало того, если вы там вдруг узнаете не только себя еще и своих подруг, отправляйте им ссылку на это видео и рассказывайте о том, что они должны получать очень важную, ценную и качественную информацию. Итак, первый пункт. Никогда не прощай своему мужчине его безответственность. И когда мы говорим про мужскую безответственность, мы в принципе можем с вами прямо говорить о завершении женского счастья, женственности, сексуальности, здоровой самооценки. То есть мужская безответственность в отношениях с вами может лишить вас в принципе существования как женщины. Это касается абсолютно любой сферы жизни. Я могу привести несколько примеров из своей практики. Приходит ко мне женщина, которая встречалась с мужчиной, и он очень долго и красиво рассказывал, ухаживал, какой он замечательный, хороший, о том, что он ее любит, о том, что он ее будет носить на руках, что она единственная и неповторимая. Безусловно, когда женщина слышит такие слова и красивое ухаживание, вам немножко сносит крышу. Вы переключаетесь на такую эмоциональную составляющую и можете не заметить очень важные сигналы, которые подает мужчина. А сигналы были какие? Никогда не обсуждались вообще никакие вопросы, связанные с рождением ребенка, с работой, с финансами, с бытом, где будем жить, кто будет зарабатывать деньги, когда мы будем планировать рождение ребенка. И вы представляете, вот на этих эмоциях женщина соглашается быть в сожительстве с мужчиной, переезжает к нему, они живут буквально несколько месяцев, она беременеет и сталкивается с ситуацией, когда мужчина говорит, слушай, а я вообще-то и не планировал беременность, это вообще твоя ответственность, это ты должен решать эти вопросы, это ты должна была предохраняться, это ты должна была пить какие-то таблетки. Начал ее обвинять во всем. Естественно, она решила оставить ребенка, а он, испугавшись этого, собрался, развернулся и ушел. И она через неделю узнает, что он уже общается с другой женщиной, а еще через месяц он уже живет с другой женщиной. Так вот, мужская безответственность – это же не спонтанное состояние. Вот вы были в отношениях с мужчиной, он всегда был ответственным и стал безответственным. Нет, это всегда можно выследить и заметить, и обнаружить. Самое главное, если мы, например, берем период влюбленности, когда мужчина только ухаживает за вами, там фонтан эмоций, постарайтесь немного со стороны посмотреть на мужские поступки и действия. В них можно обнаружить присутствие либо отсутствие ответственности. Каким образом это обнаруживается? Ну, во-первых, смотрите, как мужчина сдерживает свое слово. Выполняет ли он обещанное? Действительно ли для него важно то, как вы, например, смотрите на какие-то сферы жизни, на какие-то ценности свои? Как он к ним относится? Игнорирует он их, не игнорирует, обесценивает. Каким образом он, например, сдерживает свое слово в общении со своими друзьями? Вот он договорился с кем-то о встрече. А, ладно, не поеду сегодня, надо как-то отмазаться. А такое очень часто бывает. Почему? Потому что период влюбленности, он как бы сближает людей настолько гормональным состоянием, что даже малознакомые люди, а вы малознакомые люди, под влиянием гормональной системы могут раскрываться чрезмерно даже друг перед другом, показывая истинную сторону своей личности. И вот мужчины очень часто могут показать свою безответственность в безответственном отношении даже не столько к вам, а сколько к другим людям, к своим родственникам, к своим друзьям, к своей работе, к своей машине, к выполнению каких-то обязательств, выплата кредитов, да какая-то встреча, переговоры. Если вы обнаруживаете это в мужчине, что он постоянно улынивает, отменяет, переносит, будьте начеку. Второй очень важный пункт, чего не нужно делать для мужчины. Не ищите для него работу и не решайте его финансовые вопросы. Я сразу хочу вам привести пример, рассказать одну историю. Приходит ко мне девушка и говорит, Марк, мой муж уже больше полгода нигде не работает, лежит на диване. Я, естественно, переживаю, чтобы он не потерял себя, потому что он потерял работу, и у него была депрессия, апатия. Я задаю ей вопросы, которые, естественно, мне как специалисту очень важны. А что мне важно? Определить его поведение. Потому что поведение человека в депрессии, оно естественным образом может показать какую-то клиническую картину. А если ты обнаруживаешь, что там даже и намека нет на какую депрессию, а это исключительно желание ничего не делать, и мужчина привык, адаптировался к дивану, к простыни, к котлетам, к ничего не деланию. И, исходя из того, что она мне рассказала, я сделал, естественно, такой вывод, что там никакой депрессии не пахнет, никакой апатии. Мужик просто расслабился и не желает больше брать ответственность на себя и работать. И что она начинает делать? Она подсовывает ему, значит, разные объявления. То она ему газетку какую-то подложит, то, любимый, смотри вот здесь как раз по твоей специальности. А любимый там, выковырявая фарш из баранины, из межзубья, говорит, сколько там обещают платить. Она называет, значит, сумму приблизительную, сколько оплату труда будет составлять. Он говорит, нет, даже напрягаться не буду из-за этого. Она ему опять какую-то работку. Она начинает звонить по каким-то знакомым, на какие-то сайты, подписывается на какую-то рассылку, заполняет за него анкеты. Он все это время лежит. То есть она включилась, как такая мама-наседка, самая настоящая, и пытается решить его внутренний конфликт. А он действительно находится в очень серьезном конфликте. И этот конфликт он должен решать самостоятельно. И многие женщины, конечно же, могут сейчас сказать о чем? О том, что как же тогда быть? Что же тогда делать, если он не понимает ничего? Слушайте, я очень часто говорю об этом еще раз, могу повториться. Это никакая не манипуляция. Женщина, которая работает за двоих, то есть вам же нужно обеспечивать семью, то есть вы вместо этого мужика еще пашите, у вас и так с ресурсом проблемы. Поэтому здесь нужно переместить немножко зону ответственности. Если ты работать не хочешь, то будь добр. Первое, второе, третье компот. Давай договоримся, что ты берешь на себя функции по дому. Уборка, стирка, глажка, протереть пыль, выбросить мусор. То есть ты отвечаешь за бытовые вопросы. Здесь уже разговор. Я мужик, я не баба, это женское занятие. Если ты мужик, встал и пошел на работу, значит ты мужчина. Если нет, тряпку в зуб, раком нагнулся и попер под шкафом протирать пыль. Вот значит такая ситуация. И я не говорю сейчас, знаете, еще раз повторюсь, про моменты, когда у мужчины действительно кризис произошел серьезнейший. На моей практике такие тоже были случаи, когда мужчина проваливался в глубочайшую депрессию. Но он, понимая все это, понимая, что находится в очень сложном состоянии, обращался к специалистам. Он был и в психотерапии, и с психиатром консультировался, и был у него под постоянным наблюдением для того, чтобы выбраться из этого состояния. И выбирались люди. А здесь мы говорим исключительно про раздолбайство. Поэтому если вы будете, а тем более еще там на пивко денежку дать, на проезд, на бензин, на сигаретки, ты хочешь курить, денег нет, иди бычки собирай по улице, у друзей спрашивай, подработку какую-то найди себе. Тебе нужно бухнуть, баночку пива хочется выпить. Та же самая история. На проезд тебе, пешком полезной прогулки, мороз на улице, ни хера страшного, потеплее надень на себя вещи. Почему это важно? Речь не о том, что женщина не должна помогать мужчине вообще. Ситуации бывают разные, сложные, когда женщина может протянуть в прямом смысле слова руку помощи своему мужу, своему любимому мужчине. Но если это лень, если это нежелание развиваться и постоянное перебирание «это мне нравится, это не нравится» в топку такого мужика, с ним даже связываться нельзя. Не взращивайте моральных инвалидов. При этом очень важный момент. У многих женщин может возникать такое необъяснимое желание и стремление действительно помочь мужчине. То есть она считает, что это ее прямой долг, она обязательно должна его спасти, тянуть его на себе, до конца быть рядом, несмотря даже на то, что он ленивая морда. Это очень такой, знаете, важный звоночек. Вот как раз у меня на вебинарах, на программе «Удобно или уникально» я очень подробно затрагиваю тему такого женского инфантилизма, позиции спасателя в треугольнике, потому что, как правило, так себя ведут исключительно женщины-спасатели, инфантильные женщины, женщины с недостаточным уровнем самооценки, проявленной самооценности. Им проще притягивать в свою жизнь вот это вот все говно и дерьмо, чтобы на фоне этого дерьма чувствовать себя более или менее значимой. А притянуть в свою жизнь, привлечь какого-то достойного мужчину у них не получается. Почему? Потому что начинают срабатывать установки, убеждения, работают эго-состояния, мамочки на сетке, родительницы. И если вы хотите понять, каким образом вообще не притягивать к себе таких мужчин, они притягиваются на вашу программу. Не потому что вам не повезло, а потому что вы изначально так устроены изнутри. Это устройство было сформировано годами. Вот если вы хотите понять, как с этим справиться, как не притягивать мужиков, лохов, блин, в свою жизнь, безработных, под этим видео есть ссылка. Переходите по ней и присоединяйтесь к моей бесплатной международной программе. Я могу сказать, что уже более миллиона женщин стали выпускницами курса «Удобное или уникальное». Регистрируйтесь и принимайте участие. Третий пункт очень важный. Никогда не давайте в долг своему мужчину. И сразу делаю поправку по ветру. Одно дело, вы живете с мужчиной всю жизнь на его обеспечении. Он был успешен, он был крут, он зарабатывал деньги, он ответственный, уверенный в себе, сильный мужик. Столкнулся с временными трудностями. А у вас там, как у нормальной женщины, есть где-то заначка. Либо вы как-то откладывали, либо он давал вам деньги, и вы их куда-то могли где-то контейнировать, аккумулировать. И в этом случае, понимая, что у вашего мужчины какая-то проблема серьезная, да, его можно поддержать даже финансово. Будет странно, правда? Вы сидите на наволочке с деньгами и ему говорите, «Слышка, чеши отсюда». Личнее об этом. Мы говорим о мужчинах, которым вы даете деньги в долг, потому что они не могут справиться с текущей жизненной ситуацией. У них, в принципе, кризис – это их состояние постоянства, их постоянное состояние. То есть там ничего не происходит. Рядом с вами просто мужик, которому постоянно что-то надо. Он либо просит вас кредит взять на себя для него, либо залезть в какие-то долги, в ипотеку или автокредиты какие-то, и все на себя, чтобы вы это брали. Либо просто потребительский кредит, а ему деньги отдали, чтобы он там занимался своими делами. Я вам расскажу миллиард таких историй. Они приходили женщины, и приходят женщины со слезами на глазах и не знают, как расхлебаться с этой историей. Я уверен, что среди тех девушек, которые смотрят этот выпуск, есть девушки, которые тоже давали мужикам своим деньги в долг. Если это так, напишите, пожалуйста, в комментариях. И вообще поподробнее расскажите об этом. Как вообще истории ваши закончились? Отдали вам деньги, не отдали? Либо вы там махнули рукой, иди нахрен уже с этими деньгами, чтобы я тебя не видела уже. И таких женщин миллионы. Вы вообще можете себе представить? А самое интересное, что ладно там мужу уже она дала эти деньги. Даже если он лоботряс и балбес вот такой. Но они хоть как-то живут там уже годами вместе и варятся в своем киселье семейном. А тут-то не успела с мужиком познакомиться. Парень там какой-то. Два месяца знакомства, он уже просит денег. Ты бы не могла мне там перекинуть. Это же тоже очень важный момент. Это же куча мужиков-альфонсов-манипуляторов. Они так красиво, так технично подкатывают к женщине, чтобы та и помогла деньгами. И причем опять же выхватывают такой психотип женщин, у которых явно выражена вот эта неуверенность в себе. И как показывает моя практика, вот эти денюжки вскармливанием занимаются, как есть женщины, с уничтоженной самооценкой. Это я еще раз напоминаю про свой курс для тех, кто не хочет страдать и мучиться. Идите по ссылке и проходите регистрацию. То есть это очень важно осознавать, что если вы даете своему мужчине в долг деньги, все, вы отращиваете себе вот такие яички, а у него становятся маленькие, как у волнистого попугайчика. Понимаете? И как только его яички отсохнут, а ваши станут намного больше, чем его, забудьте о том, что такое женское счастье. Вы будете как паровоз, как баба-танк, все тянуть вперед на своих гусеничках, только лишь для того, чтобы заслужить какое-то внимание по отношению к себе. Четвертый очень важный пункт. Не давай советов мужчине, пока он тебя не попросит, и не навязывай ему свою помощь. Бывают ситуации абсолютно разные. Да, давайте возьмем разные народности. Есть страны, республики, в которых в принципе женщина где-то в силу определенных устоев традиции, может быть, религиозных каких-то взглядов, вообще не дает мужчине никаких советов. Хотя есть исключения из правил. Я знаю прекрасно, например, семейные пары, в которых, казалось бы, принято считать, ну, я могу прямо говорить, да, допустим, если мы берем там мусульманские семьи. Ко мне часто обращаются, например, женщины, которые говорят о том, что вот мой мужчина вообще со мной ничего не обсуждает, и если я там слово только вякну где-то, мне сразу прилетает от него, типа, замолчи и заткнись. Есть другие семьи, например, да, и христианские семьи такие тоже есть. Как бы здесь дело не в этом. А есть семьи, допустим, тоже в исламе, но при этом мужчина с удовольствием обсуждает женщиной со своей какие-то вопросы важные. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Я говорю про навязывание советов, когда женщина, например, видит, что мужчина столкнулся с какой-то жизненной ситуацией, в которой не может найти решение вопроса. И женщина может со стороны, наблюдая за этим, прийти к какому-то выводу, либо может вам показаться, что вы знаете, как из данной ситуации можно выбраться. И вы начинаете как бы мужчине давать направление. Почему это опасно делать? Когда женщина дает мужчине направление, он действует исключительно, даже не интуитивно, а наугад, повезет, не повезет, как лотерея. Почему? Потому что действие на основании совета – это несобственноручно принятое решение. Это решение, в основе которого нет взвешенных рисков и многого-многого другого. И если он столкнется с каким-то фиаско, то есть у него что-то не получится, вы будете в первую очередь виноваты, потому что он будет следовать вашим указаниям. Это первое. Второй момент – он не будет сильно стараться. То есть есть категория мужчин, которые в принципе не хотят ничего делать, и получая советы и рекомендации от женщины, следуя им, они изначально уверены в том, что у них ничего не получится, а потом что? Приходят и говорят, ну ты же вот лезешь, ты же мне говорила, ты же сказал, я сделал, как ты сказал. Это вообще история нерабочая для крепких отношений мужчины и женщины. Если мужчина подходит и говорит, любимая, я бы хотел с тобой посоветоваться, выскажи свое мнение, как ты считаешь, это совсем другое. Да, вот когда задается вопрос такой. А если вы сами видите решение вопроса, не нужно навязывать этого мужчине. Тем более, что подобным поведением женщины взращивают в мужчинах инфантилизм. Вы для него не мамочка. И если даже мужчина спрашивает у вас совет какой-то, и вы понимаете, что вы не разбираетесь в этом, и не знаете, как действовать, прямо открыто говорите, любимый, я не знаю, как быть в этой ситуации, но я уверен, что у тебя получится найти наилучшее решение. И каким бы оно ни было, ты имеешь право и ошибаться, и не ошибаться. Я не знаю, как тебе здесь помочь в этой ситуации. Здесь мужчина уже опять-таки приходит к состоянию ответственности. Да, то есть он чувствует и понимает, что ответственность лежит на мне, я должен быть сильным и двигаться вперед. Это раз. Во-вторых, есть очень хороший способ получить такой же совет, где? В мужском окружении. Для этого есть мужчины, для этого есть друзья. Пусть лучше пойдет вон с мужиками в банке посидит, попарится, поделится своей историей. Я вас уверяю. Когда там собирается компания из 5-6 мужчин, и один из них озвучивает какую-то проблему, вот эти мужики, которые там находятся, они очень быстро обсуждая, где-то даже с юмором, а может быть с каким-то сарказмом и приколами, они могут прийти к решению вопроса. И если мужчины дадут совет, это будет более объяснимо. Если у него что-то не получится, он потом не будет никого обвинять. Если вы дадите совет и не получится, он вас будет обвинять в этом. Этот же пункт у нас постепенно переходит в следующую стадию. Это когда женщина начинает принимать решения за мужчину. Одно дело там советы давать, а тут она жестко понимает, что все, я знаю, как нужно действовать, я знаю, как необходимо решить вопрос. И вы берете на себя такую ответственность и принимаете решения вместо своего мужчины. Я сразу вам даже не буду, наверное, примеры приводить. Я просто хочу сказать, к чему это приведет. Вы превратите своего мужчину в безответственного, инфантильного, слабого, маменькиного сыночка. Только в лице мамочки будете теперь выступать вы. Он будет поджимать ручки и со стороны наблюдать, что происходит. Я помню, я наблюдал один раз картину, приехал в аэропорт, значит, и там перед полетом, короче, заматывают эти чемоданы в пленку. Что вы думаете? И женщина, значит, стоит и говорит, нам надо замотать эти чемоданы. И мужчина, ну, надо, и он прям вслух ей говорит, ну, надо понять, где здесь хорошо заматывают. Так оборачиваются, хотя там очень много этих автоматов стоит, где можно подойти и сделать все. Казалось бы, такой мелочный вопрос бытовой, да? А в какую пленку? Он начинает ей вопросы задавать. А в какую пленку? Может быть, только один. И она вот это слушает, слушает, и потом берет просто, говорит, ой, короче, ладно, стой здесь. И отдает ему ребенка в руки, сумочку на него, берет эти два чемодана там или три, и прет их, значит, к этой стойке, где стоит мужик, упаковывает, заворачивает. Решает этот вопрос и возвращается с этими чемоданами обратно. Вот так она всю жизнь будет делать. Она всю жизнь будет подтирать ему сопли. Почему? Потому что он анализирует, стоит, размышляет, а при этом ни хрена не делает. Вот напишите в комментариях, пожалуйста, было ли у вас такое, что вы принимали какое-то решение за мужчину, и чем это в конечном итоге оборачивалось для вас? Очень интересно. И, естественно, поотвечайте друг другу на комментарии. Возможно, и поддержка потребуется кому-то, и просто поддержать благодарностью за откровение. И, кстати, очень интересно, следующее видео у меня будет про признаки психопата. Вот если вы хотите понять, что психопат ваш мужчина или нет, обязательно посмотрите следующее видео. Чтобы не пропустить его, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик для того, чтобы первые получить уведомления, и не забудьте о том, что под этим видео есть ссылка на мой бесплатный курс «Удобная или уникальная». Это международная программа, платить ничего не нужно. И я там как раз-таки затрагиваю тему общения с психопатами, с абьюзерами, как они притягиваются в вашу жизнь и как вообще не попасть на такого опасного человека. Всем пока и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok